МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Александр Лукашенко провел совещание по развитию промышленности. На встрече более 250 участников из вертикали власти и предприятий всей страны. Глава государства дал оценку нынешней ситуации, отметив темпы роста почти 113%. Наблюдается увеличение производства электроники, легковых и грузовых автомобилей и комбайнов. В 2023 году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт 6,5 миллиардов долларов. Прирост к уровню 2022 года почти полмиллиарда, 8%. Причем экспорт стабильно увеличивается три года подряд. Значит, промышленность смогла нивелировать негативные тенденции 2019-2020 года. Были обозначены и проблемы. Для Синекой жизненно важно ставить упор на импортозамещение, поиск рынков сбыта в дружественных странах и наращивание темпов сотрудничества. Экспорт белорусских тракторов в 2023 году сократился на 18%. Тракторов. Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последнее десятилетие, 10,5%. Грузовых автомобилей до 6%. Еще один известный бренд «Атлант» и те же угрожающие тенденции. Это наша ниша. Нужно только засушить рукава и работать. Селекционер «Радости». В Бобруське ликвидирована наркоферма. Для выращивания конопли у себя дома 55-летний местный житель оборудовал специальное помещение. Производство было подготовлено основательно. Правоохранители изъяли у фигуранта полимерные емкости с грунтом, растениями конопли, гроу-бокс, оборудование для вентиляции и освещения, систему полива, таймер, измеритель кислотности почвы, семена удобрения. Бобрущанин пояснил, что выращивал данное растение для собственного потребления. Устанавливается его причастность к сбыту наркотического средства. Несостоявшийся фермер задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Помощь ветеранам, весенняя пассивная и поезда с опозданием. ЧП на ЖД-путях в России практически остановило сообщение между столицами. Сколько ждать составы из Москвы? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Центр избирком подведет итоги выборов делегатов Всебелорусского народного собрания 16 апреля. На оглашение списков планируется пригласить руководителей структур гражданского общества, председателей областных и Минского городского советов депутатов. Проведение ВНС, напомним, планируется на конец апреля. В Беларуси посеяли две трети ранних зерновых и зернобобовых культур. Благоприятная погода способствует ускорению темпов. Брестская область выходит на финишную прямую. Работа выполнена на 97%. Также в лидерах Минская – 91% и Гродненская – 89%. Идет сев по другим культурам. В целом по стране посеяно 23% однолетних трав, 16% льна, 11% сахарной свеклы, 4% ярового рапса. Выплата материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны будет проходить с 25 апреля по 4 мая. В этом году размеры существенно выше, чем в прошлом. В отношении участников-инвалидов предусмотрено перечисление в размере 4000 рублей. Иные категории – 2. Без внимания не останутся и пострадавшие от последствий войны. Они получат по одной тысяче. В целом из республиканского бюджета будет выделено порядка 10,5 миллионов. Движение поездов между Минском и Москвой задерживается от 3 до 5 часов. Причиной тому стала авария в Смоленской области. 8 апреля в городе Вязьма, напомним, на железнодорожной пути обрушился автомобильный путепровод. Из-за этого движение состава впустили в объезд. В пятницу 12 апреля возможно затруднение в работе банковских карточек. Причина – технологические работы на аппаратно-программном комплексе в период с 3.20 ночи до 6.30. Наладки необходимы для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. Краткосрочные перерывы также затронут сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов. Последний рывок. В Беларуси стартовала регистрация на ЦТ. В этом году централизованный экзамен и тестирование пройдут в единые сроки для всех. И для выпускников 2024-го, и для тех, кто окончил школу ранее. К слову, в мае учреждения образования республики выпустят более 55 тысяч 11-классников. Сейчас школьники продолжают проверять свои знания на третьем этапе репетиционного тестирования, который подойдет к концу 11 апреля. Испытания организованы по 15 предметам за курс общего среднего образования. Репетиционная является подготовкой к и централизованному экзамену, и централизованному тестированию. Поэтому очень важно прийти, посмотреть атмосферу, как заполняется бланк ответов, попробовать, чтобы дальше уже было меньше ошибок. С графиком проведения РТ можно ознакомиться на официальном сайте автотранспортного и аграрно-экономического колледжа или РИКС. В 20-х числах апреля участники смогут получить решение заданий теста для проведения работы над ошибками. С 9 по 11 апреля в четырех областях Беларуси пройдет бригадное тактическое учение с боевой стрельбой, сообщили в Минобороны. Тренировки проходят на полигонных и участках местности Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях. Подразделение отработает оборонительные действия, отражение наступления условного противника, уничтожение незаконных формирований, диверсионно-разведывательных групп, нанесение огневого поражения передовым отрядам противника и огневую поддержку. Это ключевой этап проверки боеготовности, по результатам которой подразделение оценит на предмет способности выполнять задачи по предназначению в различных условиях обстановки. И в небе, и на земле Бобрусский ДОСАВ продолжает занимать лидирующие позиции в Могилевской области среди структурных организаций. Здесь не только выпускают лучших водителей, но и прививают молодежи патриотизм. Елизавета Житкова окунулась в тему ДОСАВ. Бобрусский ДОСАВ через месяц откроет сезон прыжков с парашютом. Альтернатива на апрель – мотобол. Игра двух противоборствующих команд на мотоциклах, которые забивают мячи в ворота соперников. Хочу сказать, что мы уже имеем успехи. По мотоболу в прошлом году заняли третье место в Республике Беларусь. Также привозят медали за прозовые места и наши мотокроссмены. Кроме того, любой желающий может прийти и взять в аренду мотоцикл. Еще одно развлечение от ДОСАВ – мотокросс. Мы подготовили сейчас площадку детскую, чтобы они здесь накатывались на глазах, а потом уже пускать на большую трассу. Гонки на пересеченной местности или специальные площадки по замкнутой трассе с естественными препятствиями. Существует еще суперкросс. Соревнования на стадионе под открытым небом или в зале по трассе с использованием в качестве покрытия песка, земли, дерна. Сейчас у меня занимается около 4-5 человек из детского подросткового возраста, а так занимаются еще взрослые подростки, ну не подростки, человек 6-8. Необычным новшеством для молодежи автошкола также прибивает стрельбу из пневматической винтовки, как средство массового обучения учащихся. А как известно, оружие очень быстро становится привычкой и страстью. Занятия помогают развить в человеке настойчивость, хладнокровие и терпение. Главное условие – держать оружие обеими руками, плотно прижимая к плечу. Всего действует 8 секций. В секциях занимаются до 8-10 человек. Наиболее результативная секция по стрельбе, в пневматической винтовке, создана и действует при 30-й школе нашего города. Заниматься в этой секции начинают, как правило, с 10-11 лет до 18. Люди, у которых есть хобби, чувствуют себя счастливее. Психологами доказано – самореализация в любимом деле помогает избавиться от стресса, расслабиться после сложного учебного или рабочего дня и получить признание окружающих. Елизавета Житкова, Станислав Чечерин, Бобруськ, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова